привет чуваки с вами говно да не удивляйтесь с вами говно и сегодня в этом ролике я бы хотел с вами поговорить о машиностроении моей вот идеи что я думаю о машиностроении но вы знаете что вот есть такие тачки как mercedes да bentley бмв такие крутые тачки а есть и вот такие тачки не очень крутые которые похуже но многие на них все равно ездят даже я езжу на такой сраной ауди в принципе в принципе вот моя ауди ауди а3 это в принципе говно она ну не та эта тачка не так все равно вот сейчас чтобы вы поняли что я имею ввиду сейчас попробую объяснить на моих зарисовках вы смотрите вот здесь вот находится вот я на набросал так две тачки да они как бы вроде как одинаковые да машина как машина вроде как разные вот смотрите что мне в тачках не нравится первое вот расстояние вот от этой оси до вот этой должно быть больше вот как уже вот на этой тачке видите как бы вроде как машины как бы одного класса да вроде как разного класса получается из-за дизайна то То есть у этой тачки расстояние от этой оси до этой чуть-чуть, видите, больше, чуть-чуть, ненамного, но больше. Причем это тачки я рисовал, это не Audi, это не Maybach, это вот так вот просто из головы нарисовал мое личное мнение. Итак, первое, расстояние от оси должно быть длиннее у тачки, у тачек, которые я, мой идеал тачки, должно быть длиннее. Второе, вот видите, вот здесь вот впереди такое типа зубило, да, вот Вольво особо это любит, вот такое зубило делать. Я же люблю наоборот, чтобы не было зубило, видите, разницу улавливаете, там зубило, здесь нет зубило. Вот для BMW, для многих BMW характерно, что у них вот зубило практически нету. Во всяком случае, на их старых моделях у них зубило нету, у них вообще идет вот так вот, как бы, типа вроде акулы, немного передок у старых. Вот. Значит, я против зубило, так сказать. Итак, расстояние от оси и зубило, я против зубило. Второй момент, очень важный момент, который играет на дизайн очень сильно, это лобовое стекло. Вот оно идет, лобовое стекло, видите. И начало лобового стекла, как правило, приходится на переднюю ось у многих тачек. Ну, может, там у некоторых вот здесь оно начинается, приходится где-то вот сюда вот. Ну, приблизительно, ну, очень, очень близко к, вот к этому колесу, к середине колеса приходится лобовое стекло. Начало лобового стекла, видите. Приблизительно. Если вы выйдете на улицу, посмотрите, то вы поймете, о чем я говорю. Я же люблю, чтобы лобовое стекло не приходилось вообще на колесо. Вот. Ну, здесь, может быть, я слишком мутрирую, да, понимаете, потому что иначе как дверь-то должна быть здесь приблизительно. Но все равно, вы поняли мою идею, я надеюсь. Вот. Чем больше расстояние отсюда досюда, вот, тем по моим понятиям автомобильным лучше. Ну, лично я люблю, в принципе, купешки. Я люблю, когда вот две двери у машины. В принципе, вот я почему-то просто вот люблю. Там удобно, это неудобно, но я люблю. Вот. Но я вот здесь вот сделал вам две купешки, как бы, вот такие вот. Одна типа что-то, что-то, не знаю, что-то вроде Audi или Volkswagen, а вторая купешка, вроде как бы, как получился Maybach такой. Вот. Что касается задницы, задницу, мне нравится задница удлиненная. Но, опять-таки, я утрирую, а здесь как бы задница получилась у меня как у Alfa Romeo, что ли. Старенькой Alfa Romeo, не помню, я какого года. Вот. Вот это такие вот мои идеи по автомобилям, значит. Видите? Не знаю, кто-то согласен со мной или нет. Ну, даже если, например, вот эта тачка будет не купешка, да, а четырехдверная, я все равно люблю, чтобы четвертая, вот эта вот задняя дверь, если вот здесь вот у нас открываешь, ручка вот здесь вот, да, то на вот такую вот заднюю дверь, она как бы должна немножко быть замаскирована, чтобы не было видно вообще, где ручка. Сейчас вот так это делают многие, как-то интересно, вот такую с секретиком ручку как бы здесь, что и не видно, что там есть дверь. То есть тогда я люблю ручку все-таки с секретиком. Вот. Ну, вот как-то вот так вот, чуваки, вот такие вот мои идеи по автомобилям. Ну, опять-таки, а если смотреть фронтально на автомобиль, да, фронтально, если вот так вот смотреть, то я люблю, конечно, чтобы автомобиль был немножко низко посажен, а не вот такие вот колеса выпирали, вот так вот. То есть посадочка должна быть низенькая, я вот считаю так. Здесь я тоже, видите, посадочку сделал довольно-таки низко у обеих тачек. Единственное, конечно, когда вот расстояние будет больше вот здесь вот, то черкать, конечно, будешь бордюры или там камни какие-нибудь, наверное. Но, тем не менее, как бы легковой автомобиль же сделан для того, чтобы ездить по нормальным дорогам, а не по лесам. Вот. Если вы живете в лесу, конечно, то эти две тачки вам не подойдут. Вот такие вот мои идеи по автомобилю строению. Вот. Багажник я вот люблю, чтобы открывался. Вот вообще вот, чтобы вот здесь вот он начинал открываться. То есть открывается в этой тачке багажник, типа вот такой он должен быть. Ох, подождите, что я тут натворил. Сейчас. Вот такой вот багажничек должен быть. То есть открываешь его вообще вот. Чтоб сюда можно было запихнуть, я не знаю, там, ну, чуть ли не пианино какое-нибудь. Вот так, вот видите. Вот, ну, пишите, что вы думаете. Пишите. Давайте будем спорить и на эту тему. Вот. Да, сяо!